Друзья, всем привет! Сегодня полезные автолайфхаки для водителей, которые могут пригодиться. Так что, поехали! Первый хак очень простой. Вы пьете сок из магазина? Ну, такой в пакетах. Если да, то покупайте сразу двухлитровый, так как из пустого пакета от сока можно сделать интересный бокс. Для этого отрезаем верхнюю часть от коробки. Возьмем тряпочку и протрем насухо внутри. И у нас получился отличный бокс для хранения мелочевки. Лично я храню в таком стяжке для зацепа груза. Очень удобно. И искать по всему багажнику не нужно. Также можно хранить разные болты, гайки, запчасти и мелкую утварь. Даже, например, тот же небольшой буксировочный трос. Это удобно, практично и каждому под силу. Следующий простой и полезный хак. Сейчас у нас весна. Птички поют, а погода просто жесть. То снег, то дождь, то град. В общем, садясь в машину на коврик, попадает много влаги. И чтобы под ковриком она не скапливалась, рекомендую закинуть под него просто пару газет. Тем самым, вся влага, которая будет под ковром, будет впитываться в газету. И будет сухо. Следующий хак про прицеп. В одном из роликов мы его восстанавливали. Освежили, скажем так. Но остались недоработанные диски. С них краска прям отваливается. И про колеса у меня целая история. И хочу, кстати, спросить у вас совета. Есть ли среди моих подписчиков водилы, у которых есть внедорожник? Вопрос у меня такой. Я еще не покупал летнюю резину на L200. Так как это будет моя первая резина, пытаюсь не промахнуться. В идеале хочется взять резину, чтобы можно было ездить по асфальту, и она не шумела. Но при этом, чтобы могла эта резина проходить легкую и среднюю грязь. Поэтому жду от вас какой-нибудь полезный комментарий из личного опыта, на какие шины стоит обратить внимание. Сам автомобиль брали поддержанный. И если вы будете искать себе авто, то советую заглянуть в приложение Drop. Я его рекомендую не просто так. Так как в нем огромная база объявлений в России. Здесь можно найти что угодно. И есть крутая фишечка. Показать объявление только от собственника. Продавец может получить такой значок, только если он предоставит пакет документов, что владелец это он. А не сват, кум, брат. То есть, чтобы исключить какие-то неприятности, вы просто смотрите объявление от собственника. Это и безопасность, и кто, как не сам собственник, сможет дать вам полный расклад по машине. И как за ней ухаживать. В общем, всем рекомендую. Качайте приложение Drop по ссылке в описании. И жду от вас рекомендаций, на какую резину стоит обратить внимание. Сам прицеп решил вывесить на козлы. Взял в руки гайковерт и откручиваю болты. Первое колесо будем красить первым интересным способом. Для начала убираю всю краску. Особо жестить не буду. Это все-таки прицеп. Но затестим пару хитростей. Для покраски первого колеса буду использовать колоду карт. Которую раскладываю, цепляясь за обод диска. Следите, чтобы карты держались хорошо и не было выступающих пустот. Диски буду красить в черный цвет. В два слоя. Сами болты тоже решил зачистить. Замотал резьбу в изоленту и тоже покрасил в черный цвет. После высыхания видим, что хитрость с картами работает отлично. Первый диск покрашен и можем ставить на свое место. Второе колесо также сначала зачищаем щеткой и болгаркой. Тут уже для защиты резины от краски буду использовать ферри. Это гель для мытья посуды. Наливаю немножко в отдельный стакан. И плотно намазываю шину. В тех местах, где может попасть краска. По легенде говорится, что шина покрывается пленкой. И создается защитный слой. Далее берем баллончик с краской и окрашиваем диск. После высыхания краски теперь нужна только вода, чтобы смыть с шины моющее средство. И, как видим, покрашен только диск. Шина осталась невредима. Ну и тут еще один плюс. Заодно помоем колесо. Следующий хак. Если есть необходимость долить масло в двигатель, а под рукой нет воронки, а вы рукожоп, ну такой же, как я, и можете ливануть масло мимо, то используйте обычную отвертку. Таким образом масло будет заливаться строго по направлению. Но что если у нас нет отвертки под рукой? И вообще ничего нет. На помощь придет щуп. Да-да, именно тот щуп, по которому мы смотрим уровень масла. Точно так же располагаем его по центру горловины. И спокойно заливаем масло без единой капли в сторону. Бывает такое, мы с собой возим разные жидкости. Или перевозим в воду. Собрались на дачу. Ну и так далее. Чтобы за время движения ваш багажник не превратился в трэш, да еще не дай бог все это дело прольется, то используйте обычную стяжку. Быстро обматываем все бутылки, банки, канистры. И можно смело ехать. У меня, конечно, еще проще. Есть боковые зацепы. И я их стабильно располагаю по краям. Тем самым оставляю много свободного места для другого груза. Катаясь на полном приводе, я редко остаюсь в стороне. И чаще пытаюсь кому-то помочь. Взять на буксир или вытянуть застрявший автомобиль. Поэтому буксировочный трос у меня не простой. Так как обычные ленточные разрывались просто на ура. Но часто сталкивался, когда у троса нет проушины или крючка. Или даже сама петля уже была оборвана. Тогда вот запоминайте простой и полезный узел. Я его очень часто показываю. И все это не просто так. Потому что вот этот узел один из самых простых, самых удачных и самых полезных для дома, для автомобиля. Да и вообще просто в жизни. Найдите у себя 5-10 минут и выучите. Всего лишь один раз. И вам в жизни будет намного проще. Надеюсь, вам понравилась такая подборка, друзья. Кому-то освежила память. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. И загляните в приложение Дром. Оно бесплатное и ссылка на него есть в описании под видео. Всем желаю спокойной дороги. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok